МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика. В студии Ольга Панова. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жители бывшего 18-квартирного дома в поселке Туси почти каждый день приходят на строительную площадку посмотреть, как возводится их новое жилье. Конечно, ждем с нетерпением. Смотрим постоянно, как поднимается. Постоянно приходим, радуемся строительству, что так быстро поднимается дом. О январской трагедии уже ничего не напоминает. Стены из светлого кирпича растут на глазах. Строители идут с опережением графика примерно на полтора месяца. Хотя дом пришлось не восстанавливать, а строить заново. Фундаменты усилили сейчас практически, да? Фундаменты новые. Новые? Полностью, да? А, вы... Я по этому спросил, значит, переложили полностью. Переложили полностью. Потому что тот фундамент, он рассчитан на панельный вариант, он абсолютно не подходит к этому фундаменту. И этот кирпичный вариант мы здесь делали. Срок ввода 1 октября, но планируем, честно говоря... По обязательствам 1 октября? Да, планируем пораньше. Но на 1 сентября рассчитывали, да? На 1 сентября рассчитывали. Людям, утратившим в результате взрыва газа домашнее имущество, выплачена материальная помощь. По 50 или 100 тысяч рублей. Семьи погибших получили по миллиону. Сегодня некоторых обитателей разрушенного дома приютили родственники. Остальные живут в поселке Опытный, в квартирах Госжилфонда. На совещании в администрации Цивильского района говорили о том, насколько удачным был прошлый год. Бюджет выполнен с профицитом. Собственные доходы района составили 191,5 миллионов рублей с ростом 117,6% к уровню прошлого года. Что в расчете на одного жителя за 12-й год составили 5200 рублей. Это пятый показатель в Чувашской республике среди муниципальных районов. Средняя зарплата по Цивильскому району выросла на 17%, но пока еще не достигла среднереспубликанского уровня. Впрочем, для этого есть все предпосылки. Так же, как и многим другим муниципалитетам, цивилянам необходимо уделить больше внимания введению в оборот неиспользуемых земель. Отдельный разговор про затапливаемые территории. Приближается Павдок, а в Цивильске, как известно, он еще ни разу не прошел незамеченным. Историческую проблему уже начали решать. Я сам лично встречался с федеральными министрами. Решение принято, и мы средства получим и направим в Цивильский район в сумме 237 миллионов рублей. Вот это как раз позволит, с одной стороны, береги укрепительной работы провести, благоустройство провести, в общем, другой облик создать. Но и для строительных организаций появляются дополнительные объемы. 237 миллионов рублей – это огромные средства. Проект рассчитан на два года. В течение двух лет, где вот наш исторический памятник, монастырь, который находится, где у вас ярмаки проходят, мы вот в ближайшие годы должны еще облагораживать. Елена Гальперин, Алексей Иванов, Евгений Анисимов. Республика. Сегодня в Москве в посольстве Индии прошла презентация инвестиционного и инновационного потенциала Чувашии. Официальную делегацию возглавил премьер-министр республики Иван Моторин. Из Москвы передает наш корреспондент Дмитрий Квалев. Чувашию и Индию связывают давние дружественные отношения. Обе стороны готовы их не просто поддерживать, но и развивать с новой силой. О республике чрезвычайный полномочный посол Индии знает не понаслышке. К Чувашию он приезжает часто, и ему очень нравится наш регион, наши культуры, наши обычаи. Об этом посол заявил на официальной встрече с председателем кабинета министром республики Иваном Моторином. Сегодняшим индийским посольством Чувашские предприятия презентовали свои возможности. Индия готова приобретать оборудование для производства текстиля, электронику, бульдозера и даже консервские изделия. Важен и культурный обмен. В Чебоксарах уже давно работает Центр индийской культуры. Здесь организовываются выставки и картинные галереи. В перспективе торговый оборот между Чувашией и Индией должен только увеличиться. В скором времени индийская сторона направит в республику и свою бизнес-элиту. Дмитрий Коварев из Москвы. Подробный репортаж о презентации Чувашии в посольстве Индии смотрите в нашей программе завтра. А сейчас к другим темам. Минэкономразвитие Чувашии опубликовал список самых низких цен на продовольственные товары по сравнению с регионами ПФО. В Чувашии на 18% ниже цена свинины по сравнению с Пермским краем. Также высокая цена в Перми зафиксирована и на яблоке. Там этот фрукт стоит почти в четверть дороже. Невысокий уровень цен отмечен на белокочанную капусту 14 рублей 60 копеек. Самая высокая в Самарской области 17,87. Картофель у нас стоит в среднем 13, в Самаре 18 рублей. Также ниже в республике цены на рыбу, кур, сахар, сметану и говядину. Дороже всех эти продукты стоят в Пермском крае. Средний уровень цен в Чувашии зафиксирован на муку, лук, рис и морковь. Татьяна Молокова, Республика. Судебные приставы столицы Чувашии отмечают новоселье. Специально из Москвы, чтобы поздравить коллег, прибыл главный судебный пристав России Артур Парфенчиков. Долгое время судебным приставам приходилось ютиться в двухэтажном здании на улице Эльгера на площади в 2000 квадратных метров. Для 400 сотрудников этих площадей явно не хватало. Благодаря федеральной поддержке чебоксарские приставы получили новую прописку по адресу энтузиастов 34А. Прежнее здание тоже долго пустовать не будет. Мы освободили здание для будущего детского садика. Выполняя тем самым предписание, руководство страны. Меня это тоже обстоятельство очень радует. Мы сейчас то же самое делаем в Челябинске, тоже переезжаем в новое здание, освобождаем тоже детский сад. И это такая вот правильная тенденция. В новом современном здании предусмотрены кабинеты для сотрудников управления, спортзал, столовая, архив, тир, тренажерный зал, музейный уголок службы и гараж для служебного транспорта. Как видите, у нас здания достаточно такие прагматичные, какие-то помпезными их не назовешь, наверное, это и правильно. Они абсолютно комфортные, абсолютно удобные, но без излишеств. То есть абсолютно офисное здание с набором кабинетов, с набором каких-то минимальных услуг для граждан, для сотрудников. Понятно, что есть спортивные объекты, без них нельзя, потому что мы являемся, так сказать, силовым ведомством. У нас есть силовые подразделения, которые обязаны подходить в соответствующую подготовку. Есть четыре вида служебно-прикладных спорта, вида – это служебный биатлон, служебное двоеборье, тоже подобие биатлона, стрельба и комплексы ненаборств. В ближайшие пять лет подобные здания появятся в 20 различных регионах страны. Сразу после Чебоксар новоселье справят приставы Карелии, Челябинска и Брянска. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика. Сразу же после торжественного открытия нового здания региональной службы судебных приставов, главный судебный пристав Российской Федерации Артур Парфенчиков встретился с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. Директор Федеральной службы судебных приставов отметил, что в новом здании отличные спортивные залы, куда приставы охотно пригласят всех любителей здорового образа жизни. Надо детей привлекать в какую-то секцию, чтобы дети занимались. Чтобы они не пустовали, эти объекты. Нам ей тоже в 20 часов сутки нужно заниматься. А днем как раз где-то когда, или вечером наоборот. Единственное, что надо, вот я сейчас как раз с динамовцами тоже говорил, что давайте как-то объекты появляются, спортивные сооружения появляются. Нужны только детские тренеры. Мы же входим в систему динамов. Массовый спорт, оттуда личности, они сильные будут проявляться. Поэтому мы готовы. Давайте нам тренеров, общественников, или там динамовских, тренеров, спартаковских, каких угодно. Все, на заметку взял. Михаил Игнатьев поблагодарил главного судебного пристава страны за недавно построенное новое здание, благодаря чему в Чубаксарах появится возможность вернуть прежнее помещение маленьким чубаксарцам. В Чувашии продолжается сбор средств в копилку благотворительного марафона именем детства во имя детства. Сегодня деньги перечислили сотрудники администрации главы республики. Общая сумма – 99 тысяч рублей. В прошлом году было перечислено 79,5 тысяч. Марафон стартовал 19 февраля. Ежегодно он проводится по инициативе Чувашского регионального отделения Российского детского фонда. В этом году уже в 17-й раз. Он приурочен к юбилейной дате. Детскому фонду Чувашии исполнилось 25 лет. Принять участие в сборе средств может каждый. Реквизиты благотворительного марафона именем детства во имя детства вы видите на экране. Назначение платежа – благотворительный марафон именем детства во имя детства. В кулинарном техникуме Чебоксар преподаватели не только учат студентов готовить. Привить молодым людям любовь к прекрасному такую задачу ставит перед собой социальный педагог Татьяна Николаева. Ее персональная выставка открылась накануне. Татьяна Николаева – социальный педагог. Занимается детьми, несет за них большую ответственность и очень сопереживает каждому. Но сегодня сами многие студенты пришли поддержать Татьяну Юрьевну на открытии ее персональной выставки. Необычное хобби у Татьяны Николаевой появилось почти пять лет назад. Каждую икону мастерица делает месяц-полтора. Все зависит от того, насколько загружено бывает в техникуме. Но признается, что вышивает каждый день хотя бы один стежок. Готовая работа дарит своим друзьям. Когда этим влечена, то ответственности и труда не чувствуешь. Это приносит удовольствие. Еще больше удовольствия, когда в дар принимают эту работу люди. Я люблю эту работу, я люблю этим заниматься. Это успокаивает очень хорошо. И потом, знаете, в моей работе, когда слишком много народу и такая ответственность, то мне надо чем-то успокаиваться. И это мне приносит большую радость. Самое главное, отмечает мастерица, чтобы эти работы увидели дети. Именно молодежь в первую очередь должна соприкасаться с прекрасным. Когда я вот зашла сюда, посмотрела на иконы, я просто была удивлена. Я не знала, что она так занимается. Я вот когда в школе училась, я делала браслеты. Но это было очень сложно. Если делать рисунки какие-то, я думаю, это вообще нереально делать. Надо столько терпения. Так что в кулинарном техникуме преподавателю учат не только готовить, но и приобщают к высокому искусству. Данифа Тагирова, Николай Яковлев, Республика. Последняя декада марта выдастся щедрой на осадке, как и весь месяц. И такая картина наблюдается во всей Центральной России. О том, какая погода ожидается в ближайшие 10 дней, рассказала начальник отдела гидромедцентра Чуваши Марина Китарьева. Всю предыдущую неделю у нас не покидали циклоны, которые приносили осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. В предстоящий период, то есть до 27 марта, мы также ожидаем выхода циклонов на нашу территорию и связанные с ними осадки в виде снега, в виде мокрого снега. Дождя, конечно, мы не ждем. Единственный день, когда все-таки же выглянет солнце, это 23 марта. Температура воздуха начнет медленно понижаться. Последующие ночи уже минус 10-15. И днем столбик термометра не будет подниматься выше, чем минус 5-10 градусов. Ошибочно считать, что март – это уже весенний месяц. Но для нашей территории март – это зима. Средняя температура за март отрицательная. И весна, как правило, у нас здесь наступает. То есть получается переход среднесуточной температуры через 0 градусов – это последние дни марта, первые дни апреля. Все-таки же весна у нас в Чувашии начинается с апреля. И в принципе в этом году так и ожидается, что весна придет в конце марта, в начале апреля. Кстати, за всю историю метеорологических наблюдений республиканской службы, самым холодным 21 марта было в 1949 году, когда синоптики зафиксировали 26,3 градуса ниже нуля. Самым теплым этот день выдался в 2007 году. Воздух в городе прогрелся до 6 градусов. Снегопады, метели, переходы температуры через 0 градусов осложнили движение на участках федеральных трасс в Чувашии. Однако, по данным управления автомобильных дорог «Волга», движение не прерывалось. Сниженный скоростной режим наблюдается на участке затяжного спуска и подъема около деревни Янзокосы Цивильского района автодороги М7 «Волга». Участок сейчас реконструируется, и максимальная скорость движения по нему ограничена до 40 км в час. Подрядные организации, занятые на содержание автодорог, работают в круглосуточном режиме. На расчистке и обработке дорог задействовано до 66 единиц техники и 11 бригад дорожных рабочих. 21 марта – Международный день леса. Он ежегодно отмечается по постановлению Генеральной ассамблеи ООН и призван еще раз напомнить о чрезвычайно важной роли лесов для населения планеты. Леса покрывают треть территории и являются защитой земли и водных источников, хранителями биологического разнообразия и жизненно важным природным ресурсом – зелеными островами жизни. В Чувашии леса – одно из главных богатств. Общая площадь – 632 тысячи гектаров. Очень важно, что останется наследство потомкам. Внести свой вклад в решение проблем экологии может каждый. Не случайно одна из трех жизненно важных задач для мужчины – посадить дерево. В 2012 году в Чувашии провели большую работу по восстановлению лесов на территории, пострадавших в 2010 году от пожаров. Лесоводы для этих целей используют специальное орудие, которое называется «меч Колесова». Он придуман для того, чтобы сажать лес, чтобы корневая система у маленьких деревьев разместилась в земле правильно, чтобы не было загиба корня, чтобы не осталось здесь воздуха, чтобы корень не засох. За вожьем мы выезжали и восстанавливали леса там, где они сгорели в 2010 году. И там в основном, конечно же, используются мечи Колесова. В республике в 1995 году был открыт музей леса. Экспозиция музея состоит из двух залов. В первом – «История лесов Чувашской республики. Этапы развития лесного хозяйства». Часть выставки состоит из различных документов и фотографий, повествующих о жизни земляков, которые целиком и полностью посвятили себя лесному хозяйству. Фигуру лесничего в форменной одежде, своеобразного стража у входа в музей, невозможно не заметить. На макете «Тушение лесного пожара» можно увидеть, как обнаруживают и тушат очаг возгорания, как мчатся к нему машины и даже самолет. Все очень правдоподобно – и вышки, на которых находятся наблюдатели, и озеро, и домики в лесной чаще, и деревья. Центральное место в музее занимает диорама лес с чучелами животных и птиц. Это самое любимое место всех от мала до велика. Здесь прямо в помещении воссоздан уголок хвойного леса, где устроились лесные жители. Чучела для нашего музея были заказаны у таксодермиста в Алтайском крае. И поэтому волк у нас получился тоже алтайский. Чувашские волки – они серого цвета. Алтайский волк – немного светлой окраски. Этот год объявлен годом охраны окружающей среды. В его рамках запланировано участие в традиционных акциях. Например, «Посади дерево и сохрани его». Всероссийская природоохранная акция «Берегите лес от пожара». Всероссийская выставка, посвященная современной системе особо охраняемых природных территорий федерального значения и многих других. Татьяна Молокова, Республика. Сегодня отмечают и День поэзии. Инициатором этого праздника стала ЮНЕСКО в 1999 году. Формально самое главное мероприятие в честь поэтов всего мира проводится в Париже, поскольку именно там расположена штаб-квартира этого структурного подразделения ООН. Но Чувашия тоже не остается в стороне от этого праздника. В Чебоксарах в музее имени Сеспеля чувашские поэты и писатели устроили литературный вечер. Сегодня есть мода на поэзию, на каких-то авторов. Впрочем, такое было во все времена. Когда-то были шестидесятники, сейчас это Вера Полоскова и Ижесней. Поэзия формирует общественное мнение, в то же время передает внутренние переживания как самого автора, так и читателей. Город, с добрым утром просыпайся. Ждут нас снова важные дела. Мир, приветствуй, Чуваша, и улыбайся. Чебоксары, нас судьба с тобой свела. Каждый возраст прекрасен по-своему, каждый полон надежд и затей. В 20 лет мы воюем, мы воины, к 30 мы рожаем детей. 40 лет, 40 раз пересказаны, тут в семье не лады и пора. Когда мы обещаниями связаны, мы легко их давали вчера. Дарите друг другу стихи и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова